С 1 января 2014 года Россия будет жить по новому закону о госзакупках. Нынешний 94-й ФЗ сменит федеральная контрактная система. Кстати, практически все эксперты ее критикуют, говорят о новой закон совершенно сырым и требующем серьезных доработок. К ними соглашаются и местные антимонопольщики, которые уже на себе почувствовали все прелести новых правил игры. Заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко говорит, что в этом году региональные организации торопятся, пытаясь провести тендеры по старому законодательству. Если раньше заказывали товары и услуги на 1-2 года, то теперь предпочитают это делать на 5 лет вперед. Активизация серьезная практически во всех сферах. Сферы капитального строительства прежде всего, то есть то, что связано с долгим инвестиционным сроком, ремонты, дорог. В УФАС новую федеральную контрактную систему называют сложные и непонятные. Где будут расходиться полномочия контролирующих органов, того же антимонопольного комитета и счетной палаты и как будут в итоге наказывать тех, кто нарушит новый 44-й закон. Видите, общественное внимание в основном. Вот покупают дорогие машины, золотые унитазы, туалеты, ершики за миллионы рублей и так далее. Но 94-й закон не регламентирует. Он регламентирует только оценку порядка размещения заказа. А как возникает эта нужда, в каком больном воображении, как он формируется, как составляется первоначальные заявки, как изучается рынок. Все это теперь уже в федеральном законе, в федеральной контрактной системе. И если там какое-то нарушение, как за это наказывать? Просто пожурить, пальцем погрозить. Пока этого ничего нет. Такого же мнения и руководителя регионального агентства госзаказа. По словам Дмитрия Кипниса, контрактная система направлена больше на борьбу с коррупцией, а не на удовлетворение нужд заказчика. Парадокт заключается в том, что у нас, наверное, третье учреждение. Это учреждения очень небольшие, где смета закупок на весь год составляет не более 2 миллионов. Размазанная погода. То есть совершенно маленькие учреждения, которые вместо того, чтобы создать прозрачную, простую схему, которую они могли бы закупать, и потом, пожалуйста, проверять, то есть определить некие проверяющие органы, которые бы могли контролировать, ну и, соответственно, если надо, наказывать руководителей. То есть создан совершенно правильно, вы говорите, в 500 страниц закон. Там много разных путанных норм. Адвокат Денис Солдатов уверен, что с введением нового закона система госзакупок в стране не станет более прозрачной. Законодателям нужно было просто внести ряд поправок в нынешний 94-й ФЗ. Закон может быть не очень хороший, но зато всем понятно, как он работает. Плохо или хорошо, но всем понятен механизм его реализации и как по нему работать. Как контролирующим, проверяющим органам, так и непосредственно тем лицам, которые участвуют в аукционах различных нового закупка. Кроме того, следует сказать, что у нас так сложилось в стране, что над принятием закона думает в лучшем случае 100-200 человек, они его придумают. А вся остальная многомиллионная страна думает, как обойти этот закон. Поэтому в данном случае у нас законодатель всегда в проигрыше будет. Закон может быть и неплохой, а наоборот замечательный. О том, что существуют аукционы, это намного лучше, чем конкурсы, которые были раньше в конвертах. Там вообще поле для коррупции непаханное. Но на сегодняшний день аукционы можно так завернуть, что всех неугодных предпринимателей можно просто-напросто снять на этапе подачи документов. С введением федеральной контрактной системы в организациях должна появиться и новая должность контрактного управляющего. Он будет отвечать за правильность оформления заказов. Экспертный совет намерен в сентябре собраться в Москве вновь, чтобы доработать и унести поправки в будущий 44-й закон. А ждается, что поправок будет не менее 500. Кстати, в обсуждении примут участие представители Креевого агентства госзакупок. Если вы располагаете какой-либо интересной информацией, которая может послужить темой для наших следующих сюжетов, звоните лично мне, мы телефон 292-5504 или пишите на сайт afonto.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин. Афонтова. Новости.